Ибо истинно говорю вам, что многие праведники желали видеть, что вы видите, и не видели. Что вы слышите, и не слышали. Даже не общались с Господом, и стали принимать это как данность. А Господь говорит, тысячу шестьсот лет до вас, пророки, какие были, они все хотели вот это видеть, а вы этого не можете оценить. Они хотели одним глазком глянуть, как это все будет, когда Господь будет, это день Господа. И не видели. Они хотели бы вот это послушать, что я вам говорю евангельские заповеди, и не слышали. А вы слышите, и этого не цените. Я когда это считаю, отношу к нашей общине. Мне приходится беседовать с очень многими священниками, пишут, приезжали у нас, фотографировали наш устав, архимандриты, ночью приезжали, чтобы их никто не увидел. Уезжают и больше никаких инвестий нет. Я потом узнаю, ну как у них получилось. Ни у одного нигде ничего не получилось. Ни у одного. А причина какая? Начинать надо с себя. Ты не можешь двинуть другого, пока сам не двинешься. Кажется, такие простые у нас в уставе пункты, 16 пунктов всего. Торговля должна быть исключена. Не могут выполнить. А почему? Торговли нет, должны быть треско какие-то. А треско это указанная Божья десятина. А десятина может только сверху, что неверующий тебе не даст. Ведь сверху это основной доход. Ты через неверующих с улицы забежал, кто-то сразу деньги отдал, отпеть идут. Которые в постоянный контингент ходят батюшки, бабушки. Это совсем маленький доход от них. Вызывает офис осветить. Три тысячи. Ведь придумали машину, сколько стоит осветить один процент стоимости. А машина-то стоит, бывает, не один миллион. Так что патриарх против этого грабежа выступил. Совершенно бесстыдно и наглой попы. Вот оно главное вне бесстыдства. Торговлю убрать абсолютно невозможно. Намерство за все. А у нас ее нет, мы даже... Ну, представьте, зачем торговать, а зачем? А свечи горят. Ну, а все на этом нуа заблудился. Дальше ничего нет. Вообще нам не нужна торговля. И не ищем торговать там. За крещение батюшка не берет. За мельчание не берет. А за что, видите? Куда? Десятину отдали. Теперь строй. Помогай. Какое бы правило ни взял, новое заветие. Ветхозаветие его выполнить не могли. Они только к этому стремились. Они желали. Вот читаем книгу Аммоз 9.1. В храмах рисует иногда Господа Слава Лоха, в царе, и написано, «И видел я Господа, сидящего на той столе высоком, превознесенном, края риски его наполняли храм». Исайя 6.1. В Пахровском соборе, в Барнауле, такая надпись была. «Видел». Правильно, было такое видение. Ну а дальше-то, почему не говорите, что дальше-то за видением было-то? Что Господь ищет, кого послать в мир, и послать не кого. Исайя вызвался, и вызвался их, и сразу же понял, что совершенно не годит. Погиб я, Господа видел, я с нечистыми устами, он только успевал задыхать. Я представляю, как он задыхает, прерывится, говорил это. И тогда Серафим берет клещами угол, провел ему по устам, и говорит, «Чист». Вот как Господь делает. Вот какое видение у Амоса было. «Видел я Господа, стоящего над жертвенником». Никто этого не видел. И он сказал. Вот кто не считал Библию, скажет, что Господь сказал к людям, которые стоят в храме. Вот пришли, молитесь, такие хорошие. Ну это прекрасно, сфотографируют, на фотоаппартических. Вот это кто-то, говорят, иконные лица, хоть иконы пиши, иконописец написал. Стоят и молятся. Исайя были евреи. Одетые по форме. Я того буду служения не пропустил. А он говорит, «Ударь притолопу над воротами, от которой косяк, чтобы потряслись косяки и обрушился на голову всех их, кто здесь находится. И чтобы никто не спасся. Но Господи, это же ловцы твои. Я сказал, «Ударь!» Ударь так сверху, чтобы косяки потрясеть и все обрушилось, чтобы ни один из храма не лишил всех, задавило. Потому что вы приходите сюда неприготовленное сердце, лишь бы вырваться поскорее. Вот ведь какие слова. Я видел Господа. Я разбираю, говорят, хотели видеть. Я решил посмотреть, а что хотел я видеть. И думаю, мало что я хотел. Что Бог показывал? Он говорит, я видел. А Иисус говорит, многие хотели видеть, а мы увидели Христа на горе, дающего заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. На них эта притолка не упадет. И Господь скажет, мои овцы, сохрани их. Блаженны плащущие. Так, притолка, стой, косяки, выпрямитесь, не падайте, это мой народ плащет. Блаженны кроткие наследуют землю. Они хотели это слышать. Так, подожди, Господь говорит, не бей притолоку. Понимаете, как дальше идет? Они хотели видеть день помилования. А день помилования и от нас зависит. Мы должны встречный шаг к Богу сделать. Быть нищим духом, смиренным, гонимым за правду, плащущим. Лука 8.2. Вот матерь твоя и братья твои, они стоят вне, желая видеть тебя. Многие желали видеть. Что они желали видеть? Видеть день Господа. Самого Иисуса Христа, и вот мать стоит, богородица, братья его пришли. И ему доложили, желая их видеть. Христос не пошел им навстречу, а обвел взглядом людей и говорит, вот кто мне брат и сестра, и мать, кто слушает и исполняет. Как мы можем сделать великими здесь, слушая, вот услышала это, и сразу настроя себя на такой волну, Господи, внутри мне, конечно, это ясно слышит. Ну и правильно Бог сказал. А если ударить в приток, а вот здесь вот балки над нами, вы не знаете, они ненадежные, деревянные. И дерево не совсем хорошее, я уже не раз батюшке говорил, их укреплять надо, там вверху. Вот это вот обрушится, первая балка, и все остальные посыпятся, и ни одна, мы даже ни один не выйдем отсюда. Я когда готовился к пропаде, я прямо представлял, я участвовал в этом покрытии, засыпкой глиной, шлаком, там деревянные. А деревянные, может, червопрочено, каждый червяк, гристи, мы даже про это не знаем, никто не проверяет. Я советовал большие положить рельсы, на них дополнительно подтянуть хотя бы балки три. У нас в столе это может исполниться. Бог нам затерпит. Он говорит, не хочу, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Хорошее место я нашел. Лука, 17-22. И сказал ученикам своим. И будет время, придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней сына человеческого, и не увидите. И опять отношу к себе, как мы здесь живем, кто к нам не приезжает, ой, какая у вас тишина. Один чистый, кричать, ничего нет. И собаки не лавят, а волнец-то какой чистый. У нас все оставлено. Все, такая обстановка. Один из этих дней пожелаете увидеть. Те, которые уехали, их спросите. Они там живут. Как? Квернословие, пьянство. Да рядом деревья, посмотрите. Бутылки из рук не выпускают. Один из дней жизни потеряете, вспоминать будете. Если, конечно, жизнь продлится. Лука 23, 8. У людей Иисуса обрадовался Ирод, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Как будто артист какой-то пришел, или какой-то фокусник, и он какие-то чудеса начнет ему делать, сыркач. Понятие у царя какое было. И он желал увидеть чудо. А какое чудо? Ну, какое-нибудь. Разницы нет. Мы желаем видеть Иисуса. Вот образно так. Я думал, он хотел бы, чтобы сейчас Иисус пришел, сел за мой стол, и вот так сидел, разговаривал, как вот брат, с которым я живу. И я подумал, нет, я этого не хочу, я испугался. Нового я ничего не узнаю у Господа. А зачем мне это нужно? А риск очень большой, под видом Христа может подойти сатана. Нет, не надо, Господи. Я мысленно прикидываю, не надо, я все увидел. Я мысленно с Ним прохожу. А представить, что это Бог, и сидит, у меня это не вмещается, у меня веры только по книгам хватает. А на Ему я бы засомневался. Вот сам себя пытаешь поставить на место. Риминам, 14.1. Ибо Павел говорит, я желаю увидеть вас, что преподать вам некое дарование духовное. Меня вот всегда вопрос такой смущает. Ваши знакомые, вы сами очень часто уезжаете куда? А поехала к родственникам. Смотришь, ребятишек забрал, в прошлом году ездила, нынче, опять с ребятишками поехала. Бывает с мужем, опять поехали. Я никак не могу понять, зачем? Зачем так часто? Даже они, если верующие, вы преподать хотите духовное дарование им. Посчитайте по Священному Писанию. Там передвигались, желали встречаться. Но была цель. Вы-то зачем? А я хочу увидеть. Да сейчас можно, такие телефоны будут, когда можно будет увидеть, в ресторанном будете ездить. Зачем? Во-первых, средства тратите. Дальше, повышенная опасность на дорогах. Ну а дальше, вы ничего не приобрели. Какие были, такие и приезжайте. Я не знаю, чтобы кто-то лучше из вас приехал. Стал более духовный, пришел. Кому вы ездите? Я нынче пытался с ними говорить. Я говорю, как у вас идет там? Ничего нету. Вы просто никуда ездите. А Павел говорит, я желаю видеть. Я объясняю стих. Многие желали видеть День Господа. Ты желаешь видеть День Господа? Нет. А чего? Прихоти ищут свои нравы. А так все делают, ездят. Я ни разу закончил жизнь. Мне 75 лет уже будет скоро. Я ни разу не ездил, чтобы увидеться с кем-то ни разу в жизни. А Советский Союз одержал каждый год. Полностью, начиная с Кавказа и кончая Прибалтикой, на Москву и заворачиваясь сюда. Имел возможность. Бесплатный билет работал в мостопоезде. Но мы уже знали, все предупрежденные. В каждом городе люди собирались. Большие собрания, беседы. И иногда в 5 утра только заканчивались. Зачем вы ездите? Вам не ответить. И я кого не спрашиваю, и мнутся стоять на одном месте. Подумайте сами. Филиппийцам 2.26. И Пафрадис сильно желал увидеть вас всех. А почему? Потому что он был узор. Его пытали. Он сильно был болен. И они много плакали о нем. И он хотел с ним приехать и насладиться общей молитвой. Он день Господа хотел видеть. С ними присутствует Господь. Вы зачем едете за этим, как и Пафрадис? Тоже нет. Колоссинам 2.1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имел ради вас. Всех тех, кто не видел лица Моилова плоти, не видели. Павел писал в послании, проповедил. Они желали, чтобы он приехал, ответил на вопросы. Но он приезжал в послании его с ним. Я думаю, у него всегда это было. Тут оправданно. Павел писал в послании 2.17. С большим желанием старались люди, старались увидеть лицо у вас. Павел, а зачем тебе это нужно? Там много вопросов нерешенных. Там возникли люди, которые уводят видеть в сторону. Я должен все это утрешить, поставить на место. Павел писал в послании 3.6. Желаю видеть вас, как и вы нас. А вопрос сразу, зачем? А дальше отвечает, преподать некое духовное дарование. Вы едете, что вы можете взять? Даже книги не берете. Даже книги. Побыли родственники, и никто не спросил. Я спросил, а вы книги наши читали? Они ничего не читали. Они не знают. Совершенно неверующие люди. Одну книгу нашу берут, а потом приходят. Эти люди как будто члены нашего. Совершенно меняются взгляды у людей. Кому вы едете, я ни одного еще не увидел духовного. Вот приезжают, храмы тянут, спят. Почему нам сегодня и уезжать? Я это никак не забуду. Зачем вы едете? Поставьте себе этот вопрос. Я могу сказать, что поистине верующие, духовный человек никогда не поедет. Я не считаю себя таким духовным. Я не просто не ездил, а у меня желания не было. И даже мне было... Они говорят, да бесплатно приедешь. Нет. У меня сестра жила в Новосибирске. И я проездил тогда только, когда было не меньше четырех причин. А одна причина, говорит, я договорилась в школе, завучем во всех классах, чтобы ты там провел занятия. Важно. Уже почти поехал. А еще что? А еще год. И дальше у меня сына в армию берут одновременно. Надо вот тут. А еще что? А еще и дальше четыре причины. Вот тогда съездил. Я в Новосибирске был, ну, наверное, уже около 13 лет. Больше нигде не был. У меня бесплатный берег все еще. С 92-го года я еще и дальше в Барнамулу не ездил. А зачем? Куда? Что надо, я скажу по телефону. Вы сами себя просто проверьте. Начинайте себя испытывать. Третья книга Ездры 4.4. Я покажу тебе путь, который ты желаешь видеть. И научу тебя, откуда произошло сердце лукавое. Ангел говорит. Вы хотите узнать, откуда сердце лукавое? Почему вы отвечаете? Тогда вот надо увидеть кого-то там, родителей. К вам родители приезжают помогать. Он нужен здесь. Особенно на уборку. Это объясним. А вы-то зачем туда едете? Они живут или в городе. Никакой работы там нет. Помощи нет. С угла в угол ходить. Такие простые вещи не можете разрешить. Да ведь 10-12. Я говорю о том, что желали видеть. Он выдает дочь замушке, говорит, желая видеть детей от старого. Ну, тут все понятно. Ветхозарядный человек. Одна дочь хочет видеть наследников. Но он отдает, и вот ей не поехало. Говорит, желай, чтобы Бог благословил, чтобы чрево твое рожало детей. Хочера читает, говорит, нас к тебе было 19 человек. Осталось 8. 19. Это совершенно нормальное явление было. Премудрость 19.11. И вот они увидели новый род пищи, когда увлеклись пожеланием, просили себе приятной пищи. А тебя же никуда не двигались. Они увлеклись похоти, и Бог показал то, чего они не ожидали, чего они желали видеть. Ковид 10.42. Желаю, говорит, слышит добрый слух, а не отдает дочь. Он мог слышать добрый слух. Она была благословенная. Она воспитывалась в строгих обычаях еврейского народа. Но чужого они не выдали. Вы, которые стоите здесь, юноша, кто ваши жены будут? Вы, девочки, кто ваши мужья будут? А родители уже сегодня должны подыскивать, уже думать, молиться. Потому что от этого все у нее в жизни будет зависеть. Чтобы не она выбирала, а вы выбирали. Деяние 13.7. Проконсул Сергий Павел. Павел призвал Варнаву и Саула и пожелал услышать Слово Божие. И многие пророки и правители не желали слышать, что вы слышите. Вот это надо. Он призвал их. Считает, что от этого проконсула Павла в Сергея Саула получил имя Павла. Нам странно было бы услышать послание апостола Саула. Как-то не ляжется. Да он Саула и есть. Имя-то Павла-то надуманное. А теперь вопрос, когда? А после этого везде он начинает тоже, как Павел. Он желал слышать Слово Божие. Вы людей приглашаете сюда, а не туда ездите. Чтобы они на занятиях побыли. Единственный правильный ответ я получил только от Свердловских, Уральских братьев. Они звонят. Так вы будете дома, мы желаем приехать в четверг, чтобы сходить с вами на занятия. Желаем приехать в воскресенье, чтобы пойти с вами на благовестие в городе, поучиться. Мы желаем, и все касается этого, все оправдано. Я могу сказать, благословенные колеса пояса пусть будут. И ангел Господень вас сохранит. И приезжают, и они в доставке увозят с собой. Деяние 28-22. Нам желательно слышать от тебя, как ты мыслишь об этом, ибо всюду спорят об этом учении. Вот это разговор. К Павлу пришли люди. Пришла мудрость и послушает стариста Савская. Книг таких не было. Сегодня можно взять и прослушать. Мне Соломон не нужен, у меня пять книг Соломона. Зачем он не нужен? Нового он еще не скажет. У нас, главное, книги есть. А ты-то едешь от книг в другую сторону. Вы себе деник видите. Вот я ехал дорогой. Кому ты за свидетельством? Никому. Ну ехал, за рулем сидел. Приехал, здравствуйте, за свидетельством. Что, у тебя дома есть нечего? Есть. А зачем ты поехал? Теперь сидели, сели за стол. Божественный разговор был. Нет, мать не желает, отец там не желает. Вообще не объяснимо. Вы сами себя однажды сопоставьте перед этим. Этот вопрос я решил в первый день, когда я к Богу обратился. Стоит мне ехать или не стоит? Всем друзьям написал, все отпали. Я домой ехал только для того, чтобы привести Евангелие за свидетельство. И Бог благословил результаты. Часть нашей семьи, брат и сестры пришли к Богу. Подкровение 22.17. И слышащий, да скажет, прийди. И желающий пусть берет воду жизни даром. Их к себе приглашает. Если бы у нас была здесь пустыня, ничего не было, тогда понятно. А ваши родственники были верующие. Вы бы к ним ехали, хоть одну книжку нам дайте, когда мы ездили, везде выпрашивали Евангелие. Сегодня не надо. Мы не могли во всей стране, во всем Советском Союзе, нигде достать толкование блаженного апелласта. Их три книги. Но я достал одну в одном месте, дали только на месте у них в доме сидеть и конспектировать. А в другом, уже в Литве, а теперь нашел Новосибирский старобрядок. Тоже дали сидеть на одном месте, никуда не увозить книжек. А у нас может лететь сегодня и взять за банку меда. Одинаково. Трехлитровая банка меда и трехтомник толкования. Я вам сегодня о чем говорю? О том, что многие желали видеть, что вы видите. Нам не миллионы, а миллиарды людей позавидуют. Что мы имеем, какое сокровище, в каком достатке живем. Что у нас здесь есть, какой у нас устав в деревне, какой порядок в храме, какая тишина. Вот приезжал батюшка, и он слышали, как говорил. Служба вот сейчас начнется, думаю, как же люди то ли не пришли. Я говорю, оттуда вызван полный храм народу. Он никогда этого не видал. Полная тишина, никто не ходит, ничего. Вы понимаете, он поехал к себе, людей собрал, к священникам, он везде рассказывает и рассказывает. Дождь поехал, он в усоление, она теперь там. Вот и все. Мы ничего ему не говорили. Он сам это увидел. Но как трудно нам было этого добиваться, чтобы сидели прямо. Вот сегодня кто сидел на скамеечке здесь и оборачивался. Больше никогда не садитесь. Вы сами себя начинаете наказывать. Ты села, ему охота развернуться, а не привыкли сидеть лицом к народу. Ему надо узнать, кто сзади. Садись сзади, вон там, на ту скамейку. Вперед не сидите, не сидите. А вы старше смотрите, чтобы голову не выворачивали. Умели владеть собою. Ни один мусульманский мальчик головы не повернет. Ни один. А если стрелять? Ни один. Пока не крикьте, выходите. Нам далеко, далеко еще до мусульман. А мы должны среди себя воспитать проповедников, чтобы они пошли к мусульманам, к евреям, к буддистам. И те бы сказали, мы бы слышали то, что отцы наши даже не слышали. But, I mean... Ведь... Ведь... Продолжение следует...